Дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие читатели журнала, дорогие ученые, которые публикуются в нашем журнале, я бы хотела сказать, что это для меня, как главного редактора, огромная честь быть главным редактором этого журнала. Журнал начинал свои истоки 20 лет тому назад, и тогда, когда я еще была доктором наук молодым, врачом, я испытывала просто трепет, прикасаясь к этому журналу, потому что это было единственное издание, в котором можно было посмотреть, кроме акушерства и гинекологии, реально вещи, связанные с наукой, связанные с репродукцией. С репродукцией в целом, касающейся и мужчин, и женщин. То есть это был журнал для изучения вопросов бесплодия в семейной паре, это был журнал для изучения вопросов менопаузы, контрацепции, это была школа для всех, кто хотел изучать и знать побольше вопросы репродукции. Прошло 20 лет, из них последние 10 лет я возглавляю этот журнал. Я приняла с огромной благодарностью предложение Маргариты Бениаминовны Аншиной, которая тот же на тот момент олицетворяла для меня эту специальность. Она, безусловно, уникальный человек, глубоко знающий вопросы репродукции, глубоко знающие проблемы репродукции, и поэтому название журнала «Проблемы репродукции», оно совершенно четко, гармонично совпадает с его содержанием. За последние 10 лет, конечно, журнал претерпел какие-то изменения. Он не утратил значимость как журнала, освещающего основные вопросы репродукции. Не только вопросы ЭКО, сохранения беременности, переноса яйцеклетки, проблемных беременностей, но за последние 10 лет этот журнал стал более глобальным и широким, потому что туда были привнесены новые технологии. Не только технологии репродуктивные, но также технологии, которые направлены на лечение различных заболеваний. Сегодня журнал представляется многогранным, многокомпонентным, многопрофессиональным. Я бы сказала, что если вы посмотрите страницы журнала сегодняшнего, вы увидите не только проблемы чистой репродукции, но и проблемы, касающиеся вклада различных заболеваний женских органов, различных нейроэндокринных нарушений, экстрагенитальных заболеваний, проблемы репродукции. На сегодня веление времени изучите не только ЭКО и значение ЭКО в программе восстановления репродукции у бесплодных больных. Это уже стало рутиной, к счастью. Практически каждая вторая больная, которая направляется на вспомогательные репродуктивные технологии, получает беременность тем или иным путем хирургии, с помощью ЭКО, с помощью гормональной стимуляции. Но этого явно недостаточно. И это огромное значение в этом этого журнала, нашего проблемы репродукции, что мы стали рассматривать фундаментальные аспекты, аспекты вклада других показателей в эффективность лечения бесплодия. Например, возраст, наличие нейроэндокринной патологии, генетической патологии, стало огромное внимание посвящаться различным программам ЭКО, различным программам стимуляции, подготовке эндометрия, самой матки. В ряде случаев, исходя из того, это бедный ответ или нет, специальной программой стимуляции и даже ЭКО без стимуляции. Ну, что мы все об ЭКО? Сегодня журнал «Проблемы репродукции» освещает и другие аспекты. Что же потом, после наступления беременности? А оказывается, что имеет огромное значение предимплантационная диагностика, оценка состояния плода на самых-самых ранних стадиях его развития, ведение беременности особенно актуально после программы ЭКО. Многие говорят, что дети после ЭКО могут быть не совсем здоровыми. Но задача журнала была и есть показать, что огромное значение вносит вклад эффективности после различных схем, в том числе экстракорпорального оплодотворения и возраст, и состояние генетическое пары женщины и мужчины, морфологическая структура сперматозоидов. Имеется очень много новых тестов по оценке состояния яичников. Яичники могут быть независимо от возраста, с очень другим биологическим потенциалом. От этого зависит преждевременное старение яичников и так далее. Огромное значение сегодня придается вопросам, связанным патологией эндометрии. И даже исходно нормальной эндометрии может оказаться несостоятельным для имплантации. Роль имплантации и поддержки беременности сегодня отводится роли имплантации и поддержки беременности колоссальное значение. Мы сегодня на пороге нового конгресса, десятилетнего юбилейного. Я благодарна еще журналу потому, что для меня, как для академика Российской академии наук, журнал и оценка журнала, и включение в программы журнала было пусковым моментом для организации общества репродукции, общества репродуктивной медицины и хирургии, которое публикует свои работы наряду с нашим центральным журналом о кушерстве и гинекологии, также в журнале «Проблемы репродукции». Открытие этого журнала стало для меня другим пусковым моментом. Мы открыли кафедру репродуктивной медицины и хирургии на базе МГМСУ имени профессора Евдокимова. Вы понимаете, настолько огромен рейтинг и авторитет журнала, что в редакционном совете и в редакционной коллегии принимают участие все звезды российской медицины, и о кушерстве, и гинекологии, и эндокринологии, буквально академический состав весь. Но также имеется специальная подборка ведущих зарубежных авторитетных ученых, которые рецензируют наш журнал, которые помещают статьи в наш журнал. Журнал «Проблемы репродукции» стал своеобразной школой для воспитания современной молодежи, современных докторов, современных ученых. На страницах этого журнала можно увидеть все самое новое, все перспективное и посмотреть переоценку ценностей. Мне очень трудно переоценить роль этого журнала. Я действительно горжусь тем, что я являюсь главным редактором журнала «Проблемы репродукции». Он не только является в составе журналов, которые редактируются и цитируются ваком, но это реально журнал, который может быть такой же, как «Сайенс», только российский. И о позначимости нашей зарубежной коллеги, собственно говоря, кроме одного, двух, трех журналов, в основном они и знают, и публикуют, и цитируют наш журнал. Что бы я хотела пожелать? Прежде всего, всему авторскому составу журнала и непосредственным моим заместителям и Маргарите Бениаминовне благополучия, крепкого здоровья, успехов и не терять интереса к журналу. Она является очень значимой фигурой в этом журнале. Я желаю всем сотрудникам, которые работают над журналами, которые рецензируют статьи в журнале, чтобы они делали еще большим энтузиазмом, чтобы журнал был реальным, ну, как бы сказать, зеркалом сегодняшнего здравоохранения, сегодняшнего репродуктивного здоровья населения. Я считаю, что этот журнал распространяется очень широко, но я бы желала журналу, чтобы он был настольной книгой для каждого доктора, акушера, гинеколога, андролога и вообще репродуктивного медика. 20 лет. Вы знаете, для жизни человека 20 лет – это, наверное, мало. Это первое 20-летие, а сегодня мы перешагнули средний возраст женщин – 77 лет. Но журнала, который с первых дней находится в составе высокого рейтинга – это серьезный возраст. Но я хочу, чтобы возраст журнала 20 лет был самым юным. Я бы хотела, чтобы журнал «Проблемы репродукции» вечно служил нашим женщинам, нашим семьям и нашему здравоохранению. Я поздравляю и себя, и сотрудников журнала, и всех, кто там публикуется, и всех, кто там рецензирует. И, собственно говоря, в целом наше здравоохранение и наше общество с тем, что имеется такой блестящий документ, как журнал «Проблемы репродукции», где каждый, кто хочет показать свой рейтинг, публикуется на страницах этого журнала. Спасибо большое. Предмет нашего разговора – это журнал «Проблемы репродукции», которому исполняется 20 лет. Чем интересен этот журнал? 20 лет тому назад, когда организовался журнал, он отличался от других журналов по нашему профилю. Потому что в основном это были либо журнал женских болезней, либо это была акушерство и гинекология, был журнал, связанный с перинатологией, но репродукция отдельно как проблема не выделялась. Хотя, конечно, она отражалась в определенной степени во всех журналах. Но почему так получилось? Я думаю, что это очень характерно, и это было веление времени. Понимаете, в то время и до сих пор еще идет дискуссия, что же такое акушерство и гинекология. Но очень нередко специалисты говорят, что акушерство и гинекология – это как бы ответвление хирургии. Это хирургическая специальность, которая представлена в виде акушерства и гинекологии. И вот впервые журнал серьезно стал опровергать эту мысль. Хотя, может быть, журнал до конца, как мне кажется, и не понял свою роль. Но дело в том, что роли акушерства и гинекологии как хирургической специальности уже нет. Дело в том, что вот проблемы репродукции, которые связаны с поведением супругов в семье, с возможностью рождения наследников, скажем там, наоборот, проблемы, связанные с контрацепцией или проблемы, связанные с восстановлением репродуктивной функции и лечением бесплодия, эти проблемы и являются сейчас центральными для акушерства и гинекологии. Акушерство в чистом виде является ургентной частью специальности. Гинекология, да, во многом связана с хирургией, но все-таки центральным звеном вот этих направлений в нашей специальности является репродукция. В начале это казалось, ну так скажем, экзотикой и несколько необычным подходом к специальности. А сейчас уже всем понятно, что репродукция находится в центре нашего внимания и не только нашего внимания как специалистов по этому направлению, но и внимание в стране в целом и в обществе во многом тоже так. Понимаете, поэтому оказалось, что акушерство и гинекология это очень широкая специальность. Очень широкая специальность, которая больше всех других, ну может быть это субъективный подход, но больше всех других именно относится к наиболее сложным и, я бы сказал, важным, ну так скажем, функциям мужского и женского организма. Во-первых, это пара. Это уже очень серьезное дело. Во-вторых, когда образуется пара, то всегда предполагается появление третьего человека. Значит, не бывает такой специальности, которая отвечает сразу за семью. Может быть только организационные направления, которые тоже последние годы достаточно активно развиваются. И вот журнал репродукции, опираясь в первую очередь на лечение бесплодия или, скажем, изменения, связанные с репродуктивной функцией с точки зрения продолжения рода, этот журнал оказался в центре нашей специальности. Поэтому все последние 20 лет или все 20 лет его существования он востребован. Он очень активно воспринимается нашими специалистами, потому что он решает те вопросы, которые являются наиболее актуальными, наиболее актуальными и передовыми. Но я бы сравнил журнал «Репродукция» с направлением, которое называется перинатальное акушерство. Вы знаете, иногда наши специалисты, видные наши товарищи, они говорят, что мы отошли от классического акушерства. Мы забыли многие вопросы классического акушерства. Мы идем по новому направлению. Конечно, если взять классическое акушерство, чем оно характеризовалось? Много раз женщина рожала. Конечно, очень редко делалось кесарево сечение. И, конечно, была очень высокая детская смертность. Потому что, когда много раз рожают в семье, тогда бывает достаточно серьезная высокая детская смертность. Все это изменилось. Много раз женщины не рожают. Каждый ребенок в семье оказывается на вес, как говорится, золота. Поэтому акушерство сейчас перинатальное. А репродукция – это то самое, что поддерживает перинатальное акушерство. Поэтому я думаю, что журналу можно пожелать самого активного развития. Я бы даже сказал не развития, а продолжения той деятельности, которая осуществляется в журнале или журналом. Журнал я не буду сравнивать с другими журналами по специальности, но он является одним из ведущих. И, в первую очередь, это, наверное, объясняется не только людьми, которые там работают, и главным редактором, и его заместителями, но и тем, что направление, научно-практическое направление этого журнала оказалось самым востребованным. Я не могу сказать, что редакторы, организаторы и, скажем, люди, которые работают в редакции и в совете, может быть, до конца это понимают. Я лищу себя мыслью, что мне вот со стороны это как-то даже может быть виднее. Виднее, потому что, да, они взялись за самую такую вот важную и для теперешнего акушерства, и для будущего нашей специальности за такую тему, за такое направление, которое требует постоянного продолжения. Поэтому я и говорю, не обязательно даже развиваться. Жизнь все равно заставит развиваться. Но это направление оказалось наиболее продуктивным, наиболее востребованным, но, я бы сказал, наиболее, конечно, эффективным. Поэтому журналу легко пожелать благополучия в будущем, развития дальнейшего, продолжение этой линии, которая для нашей специальности абсолютно необходима. Ну и, конечно, с наличием или успехами этого журнала можно поздравить и главного редактора, и его заместителей, и тот совет, который помогает по работе журнала. Я думаю, что совершенно убежденно можно сказать, что этот журнал будет всегда востребован, он будет всегда в центре внимания специалистов. Ну и я надеюсь, что его редакция будет долго работать на благо нашей специальности, ну и, в первую очередь, конечно, на благо и здоровье наших пациентов. В первую очередь женщин, детей, ну и, конечно, женщин, которым необходима репродуктивная поддержка в течение всей жизни. И совсем, как говорится, молодым девочкам, но и женщинам постарше. Репродуктивная поддержка нужна всю жизнь. Журнал этим и занимается. Пожелаем ему дальнейших успехов.